Это экстренный вызов телеканала ОТС. У нашей программы есть ограничения по возрасту, так что уберите от экранов детей. Мы начинаем. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Показал, что преступление совершил в результате длящегося конфликта потерпевшего с соседкой, которая является его родственницей. Громкая музыка и смерть в сугробе, что общего. Самые достоверные подробности гибели бывшего детдомовца. Ну, вы себя признаете? В этой статье нет. А так надеялся, что все-таки услышат и простят. Где теперь взять 80 миллионов рублей? Бывший начальник отдела эксплуатации Сауран дело проиграл. Давали им время привести в порядок. Было еще и хуже, поверьте. За многочисленные нарушения мигрантам отключили свет. А также участковые ветеринары забрали и уничтожили больше сотни килограммов опасного для здоровья мяса. Поздно вечером огненная стихия бушевала в аграрном университете. Возгорание произошло в кабинете, расположенном в одном из корпусов вуза. В столь поздний час в здании уже практически никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Пожар случился в восьмом часу в трехэтажном здании на улице Никитина. На место тут же прибыли 5 единиц техники и 21 спасатель. В это время пламя во все бушевало в небольшом кабинете на втором этаже. Огненную стихию бойцы МЧС победили буквально за 20 минут. К счастью помещений на тот момент уже никого не было. А вот стены оказались закопчены, да и мебель полностью уничтожена. Сейчас дознаватели уточняют причины возгорания и ищут возможных злоумышленников. Перед судом предстал серийный барсеточник. В 2014-м вообще возросло количество совершаемых хищений из машин. Но вот следующий герой действовал особо нагло. Разбивал стекла дорогих машин и нападал на жертв прямо на глазах у изумленной публики. Впрочем, злоумышленник работал в команде с приятелем. Так они отобрали у зажиточных и непредусмотрительных граждан не один миллион рублей. 26-летний Сурен Мадаян действовал не один. Вместе с помощником он буквально дежурил у дверей банков и высматривал дорогостоящие авто. Когда их владельцы выходили из кредитного учреждения с сумками, он вырывал нож, усадился в машину подельника и был таков. Промышляли товарищи в железнодорожном и центральном районах. И с июня по сентябрь совершили две аналогичные кражи, три грабежа и одно покушение. У одной женщины вырвали из рук сумку, где находилось 400 тысяч рублей. У других же потерпевших отобрали более миллиона. А вот осенью подельники стали действовать особо дерзко. В последний раз разбили стекло в ленд-крузере. Правда, в похищенной сауне сумки не нашлось ничего ценного. Сурену Мадаяну придется ответить перед законом за шесть преступных эпизодов. А в железнодорожном районе за текущий год зарегистрировано почти 120 хищений из автомобилей. Буквально накануне мы рассказывали историю подснежника из Соснового Бора и просили откликнуться возможных свидетелей по делу о жестокой расправе над детдомовцем. В нашу редакцию поступали такие звонки и всю информацию мы передали правоохранителям. И вот предполагаемого убийцу задержали и даже уже арестовали. Озвученная ранее версия частично подтверждается. Подробности расскажет Анна Скок. Тело 28-летнего Андрея Менщикова обнаружили неподалеку от конного клуба в партии культуры и отдыха Сосновый Бор. Парня жестоко избили, а потом просто зарыли в сугробе. Когда воспитанника детского дома нашли, он был еще жив. Но уже на следующий день скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины в медицинском учреждении по признакам состава преступления, предусмотренного в части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Выяснилось, накануне гибели парень имел очередной конфликт со своей соседкой. Бывший детдомовец ввел аморальный образ жизни, любил выпить и послушать громкую музыку в неположенное время. А женщине это закономерно не нравилось. В ответ она получала новые порции агрессии со стороны неспокойного соседа. Как раз накануне гибели утихомирить его смогла только струя перцовки в глаза. Когда этот факт стал достоянием общественности, пользовательницы соцсетей как одна встали на сторону соседки. Наверняка он был хорошим человеком, но просто так перцовым баллончиком не будут лицо распылять. Ну как-то было бы кого жалеть. И ой, я не думаю, что соседка такая баллончиком на пустом месте брызнула за громкую музыку. Будь у меня такой сосед, я бы тоже к нему без баллончика не ходила рамсить. А если бы рыпнулся или угрожать стал, тоже брызнула бы. Но только по поводу, разумеется. Следователи тем временем отрабатывали сразу несколько версий. Одно из них был конфликт Андрея с кем-то из его друзей, уже судимых за подобные преступления. Стоит заметить, что знакомых рецидивистов у него было предостаточно. Однако все эти предположения не подтвердились. И тогда стало понятно, что такую страшную смерть парень заработал сам. Когда подозреваемого задержали, он сам рассказал, что произошло в тот вечер. Показал, что преступление совершил в результате длящегося конфликта потерпевшего с соседкой, которая является его родственницей. Оказалось, что предполагаемый преступник просто решил вступиться за свою мать. Однако конструктивного разговора у мужчин не получилось. Еще даже не зная, кто находится перед ним, бывший детдомовец снова нецензурно отозвался о своей соседке. Около 22 часов в лесополосе парка культуры и отдыха Сосновый Бор обвиняемый умышленно с целью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему нанес не менее трех ударов неустановленным предметом по голове и телу потерпевшему. Сейчас заботливый сын арестован и находится в СИЗО. Его желание помочь явно обернулось для матери новыми проблемами, которых в будущем может стать еще больше. За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Впрочем, это уже определит суд. А на сколько Алексей Погудин и Артем Валевич экстренный вызов? Сидеть и найти 80,5 миллионов рублей. Речь о взяточнике из СОРАН. Апелляционная инстанция областного суда утвердила приговор Виктору Борисову. Это бывший начальник отдела эксплуатации Сибирского отделения Академии наук, который пытался обогатиться на госконтрактах. В 2013 году Виктор Борисов курировал ремонт ведомственной гостиницы «Золотая долина». Хозяйственный корпус СОРАН заключил госконтракт с Бердской фирмой «Стройсервис» на сумму почти 6 миллионов рублей. Как утверждает ее руководитель, управленец почти сразу потребовал откат. От него был вопрос, сколько вы можете отдать. Он сказал, что еще 150, вы добавьте сверху, и нужно, как вы договоритесь. В свой карман Виктор Борисов должен был отпустить 1 миллион рублей. Впрочем, коммерсант сразу после неофициальной сделки своего партнера сдал. Первую часть взятки – 400 тысяч рублей – он передал под чутким присмотром оперативников. В результате научный хозяйственник и оказался на скамье подсудимых. Полученная Борисовым часть ранее оговоренного размера взятки в виде денег в сумме 400 тысяч рублей, являющейся частью требуемой взятки в особо крупном размере 1 миллион 150 тысяч рублей, переданы ему за действие в пользу представляемого казачок «Оструй сервис». Уже накануне процесса Борисова взяли под стражу, обвинили экс-управленца по тяжкой коррупционной статье. Впрочем, свидетели отзывались о нем как об исключительно честном и хорошем хозяйственнике. Да и сам подсудимый говорит, что не собирался заниматься личным обогащением. В новом себя признаете? В этой статье нет. Однако, дело рассмотрели за три месяца, и суд признал вину бывшего научного чиновника. Коррупционера наказали весьма сурово. 8,5 лет он проведет в колонии строгого режима, а после будет обязан выплачивать штраф. 70-кратный сумме взятки, а это 80,5 миллионов рублей. Кроме того, еще год его не допустят кормушки. Ему запрещено занимать руководящие должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. На трассе под колесами внедорожника погибла молодая женщина. Что она делала поздно вечером на 13-м километре дороги Новосибирск-поселок Ленинский, и почему шла по проезжей части, неизвестно. Обстоятельства ее гибели сейчас выясняют дознаватели. А вот в самом центре столицы Сибири едва не произошла аналогичная трагедия. Водитель чуть не переехал пешехода. Шокирующий случай попал в объектив регистратора, проезжавшего мимо водителя. На кадрах видно, как женщина пытается перейти улицу Кирова. Ближайшие машины пропускают пешехода. Но уже на середине дороги к зебре резко приближается Ниссан. Пострадавшую подбрасывает на капот иномарки. Она делает невообразимый кульбит и отлетает на несколько метров от зоны перехода. Женщина явно напугана, но пытается встать на ноги. И в это время к ней подбегают очевидцы и сам предполагаемый виновник аварии. Сухо поинтересовавший судьбой травмированной вновь удаляется. Тем временем жертве нужна помощь медиков. Этот эпизод породил жаркие дискуссии в социальных сетях. Но разбираться в обстоятельствах ДТП все равно придется автоинспекторам. А участковые побывали на полулегальном рынке на улице Хилокской. Там, на частной земле, предприниматель открыл небольшой торговый ряд. Парикмахерская, салон мобильной связи и кафе для своих. Вот только на 10 торговых мест пришлось с десяток нарушений. Как обстоят дела на этой территории сейчас, узнавала Елена Отмахова. Алексей Решетников наведывается сюда не в первый раз. Этот мини-рынок попал в поле зрения правоохранителя еще в августе. Напротив школы и на соседство с торговыми рядами часто жаловались местные жители. В итоге участковые вместе с оперативниками отдела экономической безопасности и ветеринарами провели масштабную операцию. И выявили подпольных предпринимателей, а также нарушение санитарно-эпидемиологических норм. Все граждане, которые проводили здесь торговлю, были проверены, привлечены к административной ответственности за нарушение норм СЭС. И за торговлю без разрешающих на то документов. В частности, предприниматели нарушали правила перевозки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. После визита полицейских было изъято и уничтожено 125 килограммов мяса. Вместе с начальником участковых мы опять заглядываем все в те же павильоны. Сами работники прилавка разбегаются в разные стороны и даже бросают товар. Как хранится мясо можно увидеть своими глазами. Давали им время привести их в порядок. Было еще и хуже, поверьте. Так что в настоящий момент это еще и не страшное дело. До момента устранения всех нарушений в торговых точках отрубили свет. Поэтому парикмахерская, например, пока закрыта. Но мигранты нашли выход из этой ситуации. Национальную пищу они теперь готовят вот в таких казанах, прямо на улице. Однако при виде полицейского делают вид, что сами клиенты этого заведения. Здравствуйте. Вы покупатель или продавец? Покупатель. Понятно. А где продавцы? Приятного аппетита. Сюда. Где продавцы? Куда зашли. Ответственное лицо в итоге находится и гордо демонстрирует паспорт гражданина Российской Федерации. Но вот ни регистрации индивидуального предпринимателя, ни других разрешительных документов этот мужчина предъявить не может. Говорит, даже не знает, где найти его начальника. Но вот в данном заведении общепита он явно незаменимый человек. То есть вы продавец? А готовит кто? Я. Вы и готовите, и продавец? Да. А кто у вас вообще начальник, хозяин? Как вот здесь все происходит? Начальники точно не знают. Все документы есть, все знаете. Не знаю. И таких случайных посетителей почти десяток. Все они якобы зашли покушать. У некоторых даже не находится документов, удостоверяющих личность. Их участковые отправляют домой за паспортами. Впрочем, в прошлый раз хозяина этой частной территории все-таки удалось найти. И он обещал все на этом рынке довести до ума. Полицейские будут сюда заглядывать, пока предприниматель не устранит все недочеты. А напоследок мы передали начальнику местного отделения полиции еще один общественный наказ. Алексей Ильич, кстати, еще одна заявка после нашей редакции просит разобраться, что придает водку из-под пола где-то в этом же районе. Пожалуйста, разберитесь. Обязательно разберемся. Поможем и накажем. Ну а мы, в свою очередь, проследим и расскажем о результатах в одной из наших следующих программ. Елена Отмахова, Артем Валевич, экстренный вызов. Есть в рядах сотрудников правоохранительных органов и супергерои. Напоследок, самая удивительная погоня, которую только можно себе представить. Нарушитель явно не ожидал от автоинспектора такой прыти, но убежать от него пытался до последнего. Смотрим, повторять не рекомендуется. Не повторяйте чужих ошибок. А если у вас есть криминальная информация, звоните. Наш мобильный телефон 310-2005 доступен каждый будний день в рабочее время с 10 до 6. Видео своих ЧП выкладывайте на страничке экстренного вызова ВКонтакте. На сегодня все. Берегите себя. Криминальные итоги недели завтра для вас подведет Елена Отмахова. А я прощаюсь до понедельника. Увидимся на канале ОТС.